Скажем так, сейчас перейти к вопросам, короче, присутствие от строительства. То есть, в реле, которое было в начале выступления Андрея, а именно, как раз начали обсуждать актуальную повестку дня, посервае, творчество, отношение ингредиентрианцев к творчеству, к каким-то этическим моментам этого акта. Поэтому я с удовольствием представляю вам нашего эксперта Дмитрия Смирнова, который будет, ну, попробует там осветить эту тему своих позиций. Я думаю, он просто перейдет. Ну, давайте мы все-таки ждем тогда, а мы тогда с учреждением как-то так перейдем. Можно ли то, что вы сидите? Да, если вы хотите сидеть, то вы хотите. А вам нужен такой проект? Я просто из того распечатываю. Ну, что касается, действительно, усирают уже много говорилось сегодня. Я думаю, вчера были свидетели того, как очередной этап процесса пошел. То есть был озвучен приговор, но это все еще не закончилось. Очевидно, будет апелляция высшей инстанции, Мосгорсуд, если там ничего не будет. А вот так обещали, что дойдем до Европейского суда правого человека. Ну, для меня в данном случае интересно даже не то, как все это развивается в политической плоскости. Я бы хотел поговорить о том, как это демонстрирует отличие от свободы творчества в России и, скажем, в целом мире, и, конкретно, в Европе и Соединенных Штатах. Думаю, вот, это тоже важный момент в свободе творчества. Что здесь интересно было, когда мебертарианцы, как видите, в Сирай, выступили в Европе того, чтобы выгодить, то, как на это отреагировала общественность. Скажем, были политические выступления, которые говорили о том, что в рамках свободы выражения мнений в Сирай могут выступать, были негативные религиозные оценки, говорили о том, что так нельзя выступать в церкви, и при этом было удивительное молчание художественной общественности, интеллигенции. До лета этого года, в течение нескольких месяцев, художественная общественность практически не так не отвечала на действия в Сирай. Вот только в какой-то момент, уже когда разворачивался процесс, было то самое знамятое письмо страны российской художественной общественности, где стояли подписи более ста человек. Но там были совершенно разные люди. Были театральные деятели, были художественные критики, и совсем мало было музыкантов, что тоже было странно, поскольку выступали в Сирай. Но это не только политические, политическая акция была, это было и музыкальное, выступление музыкальной группы. Вот. И с другой стороны, примерно в то же время, с начала лета, у Сирай удивительно широко, масштабно стали поддерживать западные группы, звезды. Сначала это казалось таким забавным моментом, на которые мало кто обращал внимание. Тогда вот, если я не ошибаюсь, первыми поддержали такие группы, как Fate No More, Франц Фердинанд, которые даже вот не столь широко известны российским слушателям. Даже, по-моему, на Франц Фердинанд часть Пуссирай, оставшейся на свободе, приняла участие, тогда спели они песню, и привели в такое шоковое состояние даже те, кто присутствовал на концерте. Потому что никто, даже не из них, наверное, не знал, что такое Пуссирай. Потом было выступление тоже в поддержку Пуссирай, ну, в май Пуссирай Рэдхот Чили Топос, уже более широко известны команды. И вот тогда же прозвучало, вспомню, было выступление Стинга уже тоже в России, но непосредственно на сцене он ничего не говорил, а вот на сайте было заявление, которое показывало на самом деле, почему все западные звезды демонстрировали такую поддержку. На своем сайте Стинг заявил о том, что он поддерживает компанию, организованную организацией Amnesty International, поддерживает компанию, ставящую свободу творчества в России, которая вот свободу творчества сейчас ограничивается, если посмотреть на действия в отношении Куси Рай. И вот этот момент, то, что западные звезды поддерживают компанию Amnesty International, а наши даже, наверное, не знают многие о том, что есть такая организация, показывает, на мой взгляд, удивительную вещь, то, что в России нет в полной мере свободы творчества. Если западные музыканты, не оглядываясь на государство, не оглядываясь на крупные компании, могут выступать и выражать свою точку зрения, то российские музыканты боятся потерять и поддержку спонсоров, потому что значительная часть средств получают после выступлений на различных корпоративах, и боятся потерять такой канал, как Кеби-канал, поскольку большинство принадлежат государству или контролируются этим. Еще один момент можно вспомнить, то, как показали себе российские музыкальные звезды, это на концерте в Лондоне во время Олимпиады, когда таким звездам, как Муни-Троль Илья Лобутиенко или, скажем, Гарик Сукачеву, предлагали выступить в майках с поддержкой Кусирай, а они говорили, прямо убегали, как Лобутиенко, а Гарик Сукачев заявил, ну, это пусть Ефремов там выступает, он у нас радикал. Хотя до этого момента казалось, что вот такие действительно звезды, они вот действительно свободны в выражении своих мнений. Можно вспомнить те же 90-е годы, когда и Сукачев, и Лобутиенко воспринимались именно такими свободными артистами. Сейчас оказывается, что они боятся потерять такой канал, как корпоративы, телеканалы. Вот несколько дней назад по этому поводу выступил статьей Артемий Троицкий, тоже говоривший о том, что у наших артистов большинство наших артистов такие шпорные интересы, и они вряд ли действительно выступят за поддержку класса Рай. Сам вспомнил, например, как потерял на фоне такой же кампании и потерял друга, как он говорит, Александра Скляра из Лобанка год назад, когда тот отказался выступать на концерте в его поддержку. Тоже боясь потерять возможности выступления корпоративов или еще где-то, но свободы мнений у него явно не было. еще один момент, почему так произошло скуссирайд, это то, что наши музыканты, художественные звезды до последнего не верили, что скуссирайд могут поступить так жестко. Только вчера, после вынесения приговора, например, некоторые из них стали заявлять о том, что ну как же так, почему так все серьезно, почему нужно было давать срок. Например, такой влиятельный персонал в российской музыке, как Максим Фадеев написал, что такого не должно было быть, не должны были давать реальный срок. Но если бы вот такой человек как Фадеев выступил до приговора, и учитывая его спонсорские, извините, продюсерские возможности, все это открыто заявил, так же как Киасаян тоже заявил о том, что это сегодня должно быть. Вот если бы они до приговора выступили, я думаю, немножко бы все иначе развивалось. поэтическим искусством, поэтому первый вопрос. Вот это фокийское искусство, искусство какой партии? Вы должны это пояснить. Это первый вопрос. И второй, вот их действие храмов привело к обострению отношения между оппозицией, духовно не связанной как-то там с религией, и очень большим сектором наших соотечественников как православными гражданами. В общем, к обострению резком. Это обострение и в печати, и в интернете, ну и еще и на межличностном таком отношении. Вот вообще действие струнли его это действие производить в церкви, и предполагался или заранее именно такой резонанс, как обострение другу больших плотных гроб. И к чему это можно идти? Два вопроса, они очень тесно связаны. Дело в том, что давайте вспомним, что послужило мотивом для выступления. Мотивом для выступления послужило то, что патриарх заявил о поддержке Путина. Вот их собственный политический взгляд, о том, что церковь не должна вмешиваться в политику. Тогда и политика не придет в церковь. Вот они продемонстрированы. Если церковь вмешивается в политику, если патриарх высказывается за Путина, тогда политика приходит в церковь и заявляет о том, что Богородица Путина прогонит. Во общем дело. Вот это политический взгляд. Здесь не говорит ни социализма, ни либерализма. здесь именно мотив того, что церковь не должна вмешиваться в политику. вмешивается, тогда получает обратное. Вот это антиполитическое искусство получается? Нет. Почему? Это разграничение. Религия не должна быть политической. политический политический искусство. Тогда и политика не будет ревидиологией. Политическое искусство это я понимаю трактора рисовать на каких-нибудь шкатулках. Это фон. А здесь политическое определяется не по форме, а по содержанию, по месседжу. Месседжи четкие, показываются. политика. Картины Рейпина вызывали широкие споры идеологические и битвы на расистском обществе. Просто формы были двумя. И на второй вопрос. А второй вопрос обострения. Дело в том, что вы заметили вначале, что их содержали нерелигиозные граждане и поддержали нерелигиозные граждане люди и против них выступили религиозные. Это не так. Очень много религиозных людей, тоже изначально осуждавших их, в виде какой процесс это все приобретает, какое наказание им следует, заявили о том, что это так не должно быть. давайте вспомним Андрея Курайова. Вот он, когда это стал приобретать уже уголовный оттенок, когда им стали менять уголовное преступление, он сказал, что это так не должно быть. И очень много других авторитетных и лидеров об этом именно заявляли. То есть не совсем это разделение именно на верующих и неверующих. Это другое. Здесь именно даже спорта не шел о том, что наказывать или не наказывать. Это вот такое упрощенное восприятие. Спор шел чем наказывать? Уголовщина или административное правонарушение? Вот в чем дело. Когда начинаешь это людям объяснять, они даже не понимают, что есть же другая статья за это правонарушение, есть же административный кодекс. Почему сильно четкий состав правонарушения, что они сделали, там четко написано оскорбление религиозных символов. Здесь действительно произошло, если подходить с точки зрения права, там есть четкий состав административного правонарушения, оскорбления. Действительно должно быть наказание неотвратимо, оно должно быть адекватно. и не надо превращать суд инквизиции, расправы известные личности. Все это потом уже устранилось, и оно говорит, да мы уже давно простили, пусть государство... но это предполагалось результат. Их было действие просто чисто против патриарха, ну против демонстрация того, что не надо это делать. Вот если бы... Да, вот это изначальные мотивки. Если бы им тогда дали административное правонарушение, 15 суток по максимуму, кто сейчас выполнит, помнил они. Столько людей, например, сажали после 6 мая, кто их всех помнит, только вот те, кто сейчас 14 человек сидит, последствиями находятся. сажали. Кто помнит они все? Вот чему-то. Пожел. Продолжение на следующий вопрос. Как понять, где эта грань между искусством и искусством хамством? Честно говоря, потому что... Он говорил, что в принципе это общение искусства, то есть к искусству мало отношений. Где имеет политическое совершенно? И... Где же этот играет? Там строит? В свое время я ходил и говорил, я даже слово говорил, по поводу искусства. Современного при чем? Он занимал это, на холопе. Потому что многие не могут даже понять, что это искусство. хотя я чувствую, я тоже не считаю, что это искусство. Но я сторонник устраивает, потому что, у меня политический взгляд нет. У нас искусство, на мой взгляд, это тоже не имеет никакого отношения. Ну как же, они делают музыку, играют? Почему это не искусство? Я буквально скатал, в процессе. У нас был параллель. Сейчас юбилейная дата Ивасифа Бронска. Я читал протоколы судебные. Судья ему говорит, а вы кто? Поэт. А кто вас назначил? Чуть ли не дословно. А кто вас назначил поэтом? Странно. Он говорит, а где вы получали образование? Он говорит, странно. Я думаю, это от Бога. Это вообще, если честно, глупый спор. А вы искусство? Нет, вы не искусство. Это ни к чему не придет. Как Никита Сергеевич Кручев, который ходил и говорил, что вы все тут. Ну это то же самое, как, например, по поводу изменитого члена на людей. Это искусство. Это то же выражение в мире. Тут же акционерическое. Просто мне кажется, некоторые люди под искусством понимают картину, да? да. То есть не стоит говорить, искусство же может быть и не в нашей сессии. Вы учитываете, что когда мы говорим об искусстве, то, что сейчас, например, называется однозначным искусством, когда там, я не считал. когда европейские реалисты в 60-х годах, например, рисовали такую жуткую берзость, как стригущие ногти бабушка, это считалось не искусством, это считалось ужасным пошлятием. Сейчас никто не сомневается, что эта картина является искусством. Когда Мане рисовал голую женщину в окружении группы мужчин в виде завтрака на травме, это считалось жутким пошлятием. Вот. Сейчас это считается искусством. Никто не один из костоветов не скажет, что Мане это не искусство. А суп? Суп Кэмбеллс. Да. И в том числе и это. Банка супа. Да. Так же как Рокозин назвал Мадонну грушей Б с точкой, да? А другие ее поклонники ее многие считают ее великопевицей. Да? На вкус и цвет товарищей. Скажите, а если я буду на улице то есть вот сейчас вот полный из амбуси, там, вот эти пусырайки, бумажки и прочее, это искусство. На теле если напишут? Ну, не важно. Ну, это просто будет выражение поддержки нам. Почему и все? Нет. Дело в том, что они же заявили о том, что это банк Малерьев. То есть вот они банк прибавили, да? И вот показали, что это вот такой вот вид выражения мнения. Что же было? Материал? Да. Ну что? Нельзя... на премию Конденска. Ихлыдан или на премию Конденска. Куда? На премию Конденска. На премию Конденска. Словно. Пусирает. Ее вот как... Как бы... Это было розовое. Это было розовое. Да, да, да. Дело в том, что... Он даже о премию Конденска написал. Фок Ньюз такой сайт про миксер новостей. Делают... Вешают лапшу на... Это специальный как бы такой сайт, типа с миксера Руда и Фок Ньюз. Он делает... Да. Они просто выделили этот текст, и я не знаю... Об этом была хорошая статья, что наши реальные новости иногда кажется менее реальным, чем новости этого сайта. Я бы хотел вот что сказать по этому примеру. То есть, во-первых, вот спрашивают, искусство это или не искусство, да? Вообще-то, как бы, например, искусство очень часто выражало веку политическую позицию, да? Вот. Поэтому понятно, что, например, в традиционной форме искусства там было огромное количество примеров. Вы можете взять, например, книжку Репина, да, о его жизни, и почитать, когда он пишет, что вот пуентилисты, которые рисуют пейзаж, вот, они занимаются фигнёй, потому что не нужно заниматься этой техникой. Вот возьмите, например, Юлиана Матьевна, да? Он рисует картины, как бы, вековые картины поднимает патриотизм польского народа. Вот это деятельность в плане политики, да, и его вести искусство, как он это понимал. Сейчас, сейчас, искусство, оно уже не ограничивается картинами, там, музыкальными произведениями, оно интерактивно. Вот. Следовательно, то, что происходило с Пусси Рая, нельзя рассматривать как, скажем так, акт искусства, да, и то, что за ним последовало, допустим. Потому что абсолютно понятно, что, ну, вот, для меня, например, для человека, который, в принципе, интернет-филологами занимается, что даже Пусси Рая, сторонники, противники, абсолютно все скажут, что это был троллинг. Классический троллинг. Вот. И для либертарианского дискурса, то есть для того, в принципе, в рамках той темы, в рамках которой мы здесь собрались, очень важно, что степень свободы, она измеряется, на самом деле, подобными акциями. Измеряется в том плане, что человек – это не стакан с кока-колой, который бросили на ту самую таблетку Ментос. Он имеет собственную позицию. А у нас получилось так, что, во-первых, тот человек, который, условно говоря, планировал эту акцию, или это сами посерали, или, скажем так, это было там кем-то с планированной акцией, да, неважно абсолютно, то есть этот вопрос можно даже не поднимать. Важно то, что после этого момента, вот, совершения этого акта, да, в охранничество Спасителя, вопрос о том, кто какие позиции занимает, уже не стоял. То есть это общество, оно абсолютно системно, оно не свободно. По той простой причине, что все раскололись именно так, как планировали те, кто эту акцию устраивал. Абсолютно все. И уже это был абсолютно выбор без выбора. У всех. Потому что церковь уже не могла выступать в их поддержку по причине того, что она церковь. Потому что власть и хамсу считают, что нужно судить, потому что нужно судить. И нельзя их отпустить, потому что это будет, а как? Ну, как бы их отпустить? Уже же все запустилось, уже все покатилось. Вот. Соответственно, можно также посмотреть на реакцию в отношении тех людей, кто это действие предлагал остановить. Тот же Диакон Кураев что сказал? Блинами. В первую очередь. Отшлепать, накормить блинами и отпустить. Даже не отшлепать. Он сказал, что вот есть традиция скоморожества. Это масляница. Вот это скоморожеский акт. Так на что тут обижаться, собственно? То есть на всех гасителей этой ситуации смотрели как на идиота. Вот это признак того, что общество не свободно абсолютно. То есть сознание людей не движется в сторону осознания себя как личности. Когда мы говорим о либертарианстве, то либертарианство – это идеология личности. Самопринадлежность. И понятно, что вот эта самопринадлежность, эти принципы, они лежат этически в основе того, что человек или придерживается какой-то позиции, или не придерживается ее. Он высказывает свою позицию, а не является самым. Я считаю, что где даже тело постирает, много людей в процессе поменялось свою точку зрения. Да. В процессе постирает. Очень много верующих поменяли свою точку зрения, поскольку высказывали с милосердной позиции, с позиции прощения. Потом увидев, как это все жестоко в отношениях идет. Вот, например, такой человек, как Александр Архангельский, да, вот он же принимается как довольно большим экспертом в православной среде. Вот он выступал за то, чтобы оправдать их. Вот что. В общем, провели химический опыт с Ментосом и бумажкой. Да. Провели опыт с Ментосом, как раз. То есть, собственно, вот оно странировало только к Ментосу. Это я не очень понимаю. Почему? Ну да, или тогда это будет, ладно, ваше чувство. Они хотели это взорвать, оно взорвалось прямо так, как оно хотелось. Евгений Чичбаркин, кстати, сказал вопрос, когда он вернется в Россию. Он сказал, что он приедет в Россию, когда здесь пройдет первый гей-парад, который не будет разгонять власти. Это тоже сообразно иметь в виду не то, что он встанет гея. Не то, что он гей. Плавился бы бумажка в состоянии общества. А уровень вот этой вот... Ладно, я бы предлагаю присоединиться к кофебрейку и продолжить это обсуждение. Кстати, вот Петр Грузилов, ну, муж Владимира Голоконникова, он как раз участвует в компании.